МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ассаламу алейкум, арахматулах и тавау, арахатур. Сегодня в Агонийской гимназии имени Калия Бакарова планируем встречу председателем имама Сумадинского района шейху Амбакру, поместительным начальником Украины Розвания Хабибом Ибрагимовичем и представителями МВД. Тема будет поведение женщины в обществе. Ассаламу алейкум, уважаемые наши, дорогие наши. Сегодня как мы уже практикуем год один-два раза приглашением духовенства работников управления образования, работников правоохранительных органов. То есть мы проводим эти встречи касаемо воспитательного процесса. Сегодня у нас на встрече имам наш районный шейх Абубакр, заместитель начальника Украины Розвания Хабиба Ибрагимовича. Сейчас правоохранительные тоже подойдут. Аккуратно, внимательно слушайте. Тема тоже у нас сегодня будет. Поведение, как должна вести себя женщина в обществе. Внимательно слушайте, в конце потом будете свое опросы давать. Продолжение следует... Продолжение следует... Аккуратно, уважаемые сестры и ученицы. Альхамду лиллах, что нам Всевышний Аллах дает такие возможности, продать подобные мероприятия, подобные встречи, которые настолько необходимы для нашего общества. И, конечно, каждую нашу речь мы начинаем с воспаления Всевышнего Аллаха. Всевышнего Аллаха за то, что Всевышний Аллах сделал нас из числа последователей этой прекрасной, чистой, ясной религии, религии Ислам. И также восполняем Всевышний Аллах, Всевышний Аллах за то, что Он сделал нас из числа самой прекрасной умы, самого лучшего пророка, Мухаммада, С.А.И. Да, мы каждую речь начинаем с этих слов. Но на самом деле ли мы понимаем истинный смысл этих слов? На самом деле ли мы восполняем Всевышного Аллаха за то, что Он сделал нас из числа последователей этой религии, за то, что Всевышний Аллах сделал нас из числа умы пророка, Мухаммада, С.А.И. Это очень важно знать. Не только словами говорить, но и показывать своим поведением, своими нравами то, что мы из числа этой религии. То, что мы гордимся, что Всевышний Аллах сделал нас из числа этой религии. Просто на самом деле, к сожалению, сегодня многие не понимают, насколько Всевышний Аллах любит нас. Многие не понимают то благо, которое Всевышний Аллах сделал нас из числа этой религии. Потому что, как ученые говорят, то, что эта религия, то, к чему эта религия нас призывает, то, к чему Всевышний Аллах нас призывает, наш пророк призывает, то в этом есть благо для нас. И в этом мире, и в потустороннем мире. В Ахирате. Что бы Всевышний Аллах нам не велел, какие бы заветы Всевышний Аллах нам не давал, то в этом есть благо. И любые запреты, которые Всевышний Аллах возложил на нас, любые границы, то в этом есть зло и в этом мире и в Ахирате. Это мы должны понимать. И поэтому, как пророк, алейхи салату ассалам, говорит в хадисе, который передает Абу-Са'лаба Аль-Хушанин, рада и Аллаху анху. Пророк говорит, инна Аллаха фарадо фараидо фалатудайуга, ва хабда худудан фалататадуга, ва хабда ашьяа фалататадуга, ва хабрама ашьяа фалатинтахикуга. Послушайте этот хадис, очень важный хадис, в котором разъясняется, для чего вот эта религия нужна. Поистине, пророк, алейхи салату ассалам, говорит, инна Аллаха фарадо фараидо фалатудайуга. Поистине, Всевышний Аллах возложил на людей религиозные обязанности. И пророк, алейхи салату ассалам, говорит нас, стребует нас, просит нас, так не пренебрегайте вот эти обязанности, которые на нас возложил Всевышний Аллах. И также, ва хадда худудан фалататадуга, и также Всевышний Аллах установил границы дозволенного и недозволенного. Так не приступайте к этой границе. И так же Всевышний Аллах запретил, поставил нам запрет на некоторые вещи, и пророк, алейхи салату ассалам, говорит, так не нарушайте эти запреты Всевышнего Аллаха. И вот сегодняшняя наша тема, один из запретов, немаловажная тема, на которую не обращают многие из нас, ни родители, ни общественники, ни другие. И кроме как некоторых людей, которые переживают за своих дочерков, за свое общество, да, они придают значение, но эта тема, к сожалению, очень болезненна для нас. Это тема мужчин и женщин, то есть отношения мужчин и женщин. То есть общение, будет общение, будет любые другие отношения между мужчиной и женщиной. Это немаловажная тема, дорогие, уважаемые сестры. Немаловажная тема, к которому мы должны придавать огромное значение. Потому что Всевышний Аллах установил между мужчиной и женщиной пределы, поставил какие-то порядок их общения, их отношения. И Всевышний Аллах установил, что любое собрание, сборище или любое общение между мужчиной и женщиной, которые не являются друг другу махрамом, то есть родственниками, близкими родственниками, то это в Исламе является запретным. Мы все это знаем. То, что любое общение, любое собрание, любое нахождение мужчины и женщины, ни с родственниками, ни с теми людьми, которые являются для них махрамами, то это является запретным. И доводом этому является то, что Всевышний Аллах в Коране говорит женам пророка, алейхи салату вассалам. То есть подружникам говорит по отношению к женам пророка, алейхи салату вассалам. И в этом аяте Всевышний Аллах говорит, если вы просите у женам пророка, алейхи салату вассалам, что-либо, какую-либо вежу, тварь, разницы нету, то просите их через завесу. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит, так будет чище для ваших сердец и для их сердец. Потому что это чистота. Даже примерно Всевышний Аллах, обращаясь к подружникам по отношению к женам пророка, говорит такое, дорогие сестры, и это немаловажно. И вот эта тема, почему мы особо внимания не передаем. Даже пророк, алейхи салату вассалам, настолько предотвращал столкновение, смешивание мужчин и женщин, даже пророк, алейхи салату вассалам, предотвращал это даже в самых святых местах. Самые святые места на земле это что? Это мечетник. И пророк, алейхи салату вассалам, указал передние роды для мужчин, а задние для женщин. Это все для чего делается? В мечетях. Потому что это делается, чтобы отвести взор мужчин от женщин. Ни в коем случае, чтобы женщины не попадали под взор мужчин. И даже пророк, алейхи салату вассалам, сделал отдельную дверь для женщин, чтобы женщин и мужчин с одного входа, с одной двери не заходили. Сделал для мужчин отдельный вход, и для женщин отдельный вход. И сам пророк, алейхи салату вассалам, когда заканчивал намаз, после намаза сидел, после салама сидел, пока женщины не смогут пойти по своим домам, покинуть мечеть. И вместе с пророком все сподвижники тоже сидели. Потому что пока пророк, алейхи салату вассалам, сидел, после намаза, никто из подвижников не вставал. Это было как уважение к пророку. А пророк, зная это, сидел, пока все женщины не покинут мечеть, и чтобы вот это столкновение между мужчиной и женщиной не случилось. И так же Ибн Умар, ради Аллаху-Та'альху, говорит, поистине, пророк нам сказал, вот эта дверь, она для женщин, только для женщин. И после этого, говорит Ибн Умар, никогда после этих слов пророка, никогда в эту дверь, через эту дверь, не заходил, не выходил. Настолько было во времена пророка и во времена сподвижника уважение к женщине. Это было на самом деле уважение к женщине. Это было почтение для женщин. А сегодня, когда нам что-то говорят, когда нам говорят, что мужчины и женщины должны стоять вместе, сидеть вместе, где-то находиться вместе, женщины думают, что это нас сравнивает с мужчинами, это равнение на мужчин, и этим нас возволючат. Нет, это принадлежение, чтобы женщина находилась в мужчинах. Иначе пророк, алейхи салату ассалам, не сделал бы так. И тогда женщины чувствовали себя, что их уважают, что их почитают. И поэтому тогдашние женщины это чувствовали. А сегодня у нас все с ног на голову перевернуло все. И многие думают, что это... И таких доказательств очень много в нашей религии. И поэтому огромная просьба, дорогие сестры, уважаемые сестры, к вам, и также к нашим братьям, вот, через экран, кто нас слышит. Мы сейчас давайте поразмыслим, подумаем. Если пророк, алейхи салату ассалам, принимал такие меры, в самых святых местах, в мечетях, в местах, где люди поклоняются священному Аллаху даже, в местах, где только чистота, в местах, где люди оставляют свое мирское и думают только о священном Аллаху, об охряде. Если в таких местах даже пророк, алейхи салату ассалам, принимал меры, чтобы не было совмещения женщины и мужчины нахождения в одном месте, то что говорит о других местах. Есть даже в мечетах вот такие ограничения были. И, конечно, вот это смешивание или, скажем, общение парня, девушки, мужчины, женщины, они приводят к плачевным последствиям. Это было ни разу. Такие отношения примерно говорят, что, можно сказать, обманывая женщин, потому что женщины, они, скажем, девушки на ранении. Они все буквально воспринимают то, что им говорят. Они очень мало из них знают, что такое обман. А мужчины этим пользуются, парни этим пользуются. И, конечно, были очень плачевные последствия, очень плачевные истории, которые доходили до самоубийства, до само... сами себя калечили и таких примеров очень много. И поэтому пророк говорил, если парень или девушка, мужчина или женщина, они остаются вдвоем, то непременно будет кто? Шейтан. Вот все об этом знают. И пророк говорит ни один человек не останется наедине с женщиной, ибо третьим им будет шейтан. И также в другом хадисе пророк говорит тот, кто верит в Аллаха, тот, кто верит в Аллаха, и в суд не пусть не остается наедине с женщиной, которая не приходит сама храма для него, потому что третьим будет шейтан. И конечно такие вот не обращаем внимание то, что мы не придем в значение, из этого распадают многие семьи, многие дети остаются сиротами, и как не сказали, многие доходят до самоубийства, родители остаются без детей. Я всегда говорю, все что Аллах нам установил порядок, установил закон, даже и из этих законов, из этих порядков, то, что Всевышний Аллах сделал запретным, вот это общение или нахождение, или любое другое, или переписка на сегодняшний день можем сказать, все это Всевышний Аллах сделал запретным, а если мы будем пренебрегать запретами Всевышнего Аллаха, то это нам хорошим ничего не закончится, конечно последствия будут самыми плохими, потому что мы не смотрим на запреты Всевышнего Аллаха, И таких примеров очень много Даже пророк когда на улице он видел, что мужчины и женщины могут столкнуться, то Всевышний Аллах поводил женщинам ходить по краю дороги. Даже говорится в хадисе то, что женщины иногда царапали свои платья свою одежду за то, что они очень сильно прижимались к стене. А сегодня что у нас? Сегодня к сожалению наши сестры, наши дочери готовы прыгнуть на мужчин, которые идут куда-то или мечеть или оттуда. Конечно мы это все потеряли. Мы потеряли те адапы которым у нас учили наша религия сегодня на самом деле женщины не чувствуют что напротив нее идет мужчина или кто-то. Конечно вот это общение оно стало как-то частью своих дел или скажем обычным делом стало общение переписка или звонить кому-то или любые другие отношения. Но знаете это все приведет только к плохим последствиям. Мы знаем вот примерно сегодня то, что происходит в газе. Многие может вы тоже читаете и говорите вот этих мужчин вот этих храбрецов вот этих маленьких ребят кто их воспитал? Женщины. Их воспитала мать. В основном там рука матери. Вот этих мужчин храбрых вот таких молодых ребят которые 13 14 15 лет их воспитала мать. Во время свадочников которые тех людей которые оставляли свои дома оставляли свои имущества отдавали свою жизнь ради религии кто их воспитал? Мама наших великих ученых как Абу Халифа как имама Шафии или другие известные ученые кто их воспитал? Мама все это делает мама ну какая мама это же самое главное мы же все мамы у нас тоже есть мамы у всех есть мамы какие мамы воспитывают которые реально понимают религию реально понимают эти запреты дозоненные недозоненные в религии вот такие мамы воспитывают и вы должны быть вот такими матерями как один из ученых говорит я в многих местах именно вот это высказывание говорю и вам тоже хочу сказать сегодня весь мир дорогие сестры уважаемые сестры весь мир в ожидании таких людей которые будут примером своей нравственности своей чистоте будут примером для других весь мир в ожидании сегодня весь мир понимает что столько грязи вокруг нас правильно же и все говорят об этом и все знают об этом я не говорю о мусульманах верующие неверующие все об этом говорили что столько грязи творится на земле и все в ожидании чтобы пришли такие люди которые будут показывать только прекрасный пример которые будут призывать только к хорошему которые будут давать людям только хорошие и поэтому эти ученые говорят будьте вот такими людьми которых весь мир ждет и вот столько сестер сегодня здесь собралась и я хочу к вам обратиться вот с этой речью будьте теми сестрами которые будут показывать в семье другим будьте теми матерями которые будут воспитывать настоящих мужчин будьте теми женами которым будут гордиться мужья в которых будет цариться любовь и взаимопонимание в этой семье будьте опорой это к вам и другим сестрам тоже будьте опорой любой семьи будьте опорой любого общества сегодня самый большой ресурс самое большое богатство это наши сестры которые получили должное воспитание я надеюсь что вы будете вот этими сестрами вы будете вот этим поколением поэтому и один маленький пример может я вам приводил вот этот пример настоящие мусульмански вы наверное многие знают эту историю история матери и молодой девушки правда же история с молоком может кто-то помнит я напомню другим кто не знает кто знает как напоминание пускай будет мама наш правитель он запретил смешивать молоко и воду даже и вот когда умар делал обход по кругу медины внутри медины то он подошел к одному двору где и услышал такой диалог разговор что мама говорит дочке перемещай о дочке перемещай воду с молоком а дочка говорит о мама правитель правоведных умар запретил это и тогда мать говорит ну умар же нас не видит мы в тайнате нас никто у нас дома нас никто не видит и тогда дочка что ответила умар если не видит то создатель умара выйдет вот возьмите для себя вот эти слова разницы нету если вас директор не видит если вас родители не видят если вас кто-то не видит ваше переписка ваше общение где-то я надеюсь что этого нету очень надеюсь если хоть есть где-то вы ошиблись знаете что создатель умара и наш создатель нас выйдет когда мы запреты делаем и конечно у нас будет спрос огромный спрос поэтому если кто-то оступился если кто-то ошибся есть у нас обратная дорога есть дорога покаяния обрадуйте своих родителей обрадуйте обрадуйте наше общество своему поведению больше что сказать я очень горд мы хотели это мероприятие провести у нас в Доме культуры но иншаллах у нас это намерение еще есть с Мусульом Магомедовичем провести обширное такое собрание собрать и матерей и других наших свистер иншаллах мы проведем это мероприятие но я надеюсь сегодня что это мероприятие будет как толчок к этим большим мероприятиям иншаллах если у вас какие-то вопросы есть можете задать вопрос и прошу все учтения Аллаха что Бог сделал нас из числа тех людей которые слушают и следуют сказанному ассаляму ассаляму алейкум арахматуллах и храм в первую очередь говорит об исламе потом рассказывает про хорошее про плохое про добро главное для чего это все делается озабоченность это зачем чтобы вы наши сестры наши ученицы имеется в виду могли быть нормальными для общей семьи вы хранители домашнего общества что естественно это небезобразно закончили школу создадили семьи поэтому это делается все для вас правильно конечно спасибо Григорьевич Ахбановичу он напомнил организовал эту встречу пригласили мы их главное чтобы вы взяли только хорошие зимы правильно почему это делаем вы тоже все знаете это необходимо было это надо делать почему если у человека я всегда говорю крепкий иман у него все будет нормально он уже воспитанный человек правильно поэтому я думаю Хабиб Регимович может наверное пожалуйста расскажет спасибо с вами добрый день всем рад присутствовать сегодня поговорить с вами послушать вас я действительно продолжу то что сказал наш имам Вакхат когда в правописово пришел человек спросил кто же самый дорогой человек в мире он сказал мать на первом месте на втором месте тоже мать на третьем месте тоже мать на четвертом только отец сказал пророк он 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 знал что он говорит да действительно сегодня мать сегодня женщина в исламе любой религии нету такого только у нас религии женщина стоит на самой высоте женщина стоит женщина ценная для нас цепь и женщина всегда во все времена ценилось качество скромности но сегодня есть ли это качество женщина конечно мы редко видим это будем откровенны да я в этой школе работал более 30 лет в этой школе работал может меня здесь не знают что это знают я очень много видел здесь один пример приведу вот когда раздевалки у нас есть женская и мужская раздевалка reluctance и мне проходил год несколько раз заставлять чистить раздевалку в стене чистить в женской раздевалке почему потому что там написи столько надписи было мне так неприятно и это видеть и делать это все а в мужской раздевалке ни одной надписи не бывало за год и вот я говорю откровенно с вами делюсь 2-3 раза мне приходил в год чистить эту раздевалку заставлять этих же девочек заставлять чтобы стены они протирали, чтобы стены они заново белили эту стену. Вот такое положение тоже было, очень неприятно. Еще скажу, часто бываю в городе, часто бываю в школах, в городе там много знакомых директоров посещаю, советую с ними, делюсь с ними, мы общаемся, потом общие проблемы. Также Муслим Магомедович тоже очень часто бывает, встречается. Мы видим, какие у нас сегодня проблемы. И вот свежая такая, когда одну из школ зашел, и с директором мы говорим, и он такой печальный, и мне рассказывает, я говорю, что случилось сегодня без настроения. И вот он говорит, посмотри-ка, и мне показывает видеоролики общения в телефонах девочек, которые он забрал, и он показывает. И я себе задаю вопрос, неужели эти девочки, начиная там с 5, 6, 7, 8 класса, с 5 класса начиная, что они там творят, что они там пишут, что они там делают, это просто непостижимо. Просто задавался вопросом, неужели эти наши дагестанские девочки, дагестанские девушки. Вот такая страшная картина сегодня творится в школах. И мне бы очень не хотелось бы этого здесь, в нашей школе видеть. Очень не хотелось бы. Я вот мой, я не хочу много времени здесь, вы и так устали, наверное, в школе, сейчас урок у вас и так далее. Я хочу просто дать вам совет. Вы все, мы все, вот наши дети здесь, мы зачем сюда пришли? Чтобы набрать знания. Родители на вас очень надеются на вас. Родители думают, что вы набираете здесь знания. Знания всегда нужны. Всегда нужны. Это уже доказано, что без знаний человек это не то. И мой вам совет, слушайте своих родителей. Особенно вот девочки, делитесь со своими матерями, делитесь. Любая ваша там какая-нибудь проблема, делитесь с матерями. Я знаю, что многие девочки не делятся. Я по наслышке тоже знаю. Не делятся со своими матерями. Надо делиться. Надо свои проблемы рассказывать матери. Только мать вам поможет. Мать вам посоветует. Мать вам поможет. В любом случае. Поэтому нужно всегда держать связь с родителями. Слушаться родителей. У меня все, наверное, не будет. Скажу, конечно, как сказал человек Абубак, у вас может появиться вопрос. Почему он говорит, что мужчина и женщина не должны быть вместе? Ограничения должны быть. Имейте в виду. Мы живем в советском государстве. Правильно. Не в исламском государстве. В школе это однозначно, да. Начиная с пятого класса по одиннадцать. Вы вместе. Правильно. В одном классе. Учитесь. Воспитываетесь. Это однозначно понятно. Было в исламском государстве. Конечно. Девочки отдельно. Мальчики отдельно были. Имеет в виду он что? Имеем в виду мы тоже. Общение на улице. Общение вот этот телефонов. Вы это прекрасно знаете. Так что лишнее еще раз говорю вам. Для мыслящих девчонки. Для разумных. Те кто соображает. Я думаю достаточно информации. Достаточно лаза сегодня сделали. Поэтому будьте хорошими. Вас только хорошими мы учим тут. Еще раз говорю. Хотим чтобы вы стали нормальными. Чтобы вы могли воспитывать свои семьи. И воспитывать своих детей. Хочу сказать большое спасибо. Шеф Арбату Ам. Али Брагимовичу. Представителю МВД. Что они пришли. И чтобы главное вот эта наша встреча была полезна. Главное чтобы она была полезна. Если вопрос есть. Пожалуйста можете еще раз за вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok